На все 100 с Дмитрием Дерунцом Ваши координаты вайбер и ватсап 8 9 2 5 2 2 2 2 93 2 СМС-портал 5533 в начале слова спорт Страница спорт.фм вконтакте там подраздел на все 100 Для нашего с вами общения с удовольствием буду читать все ваши сообщения Оглашать, обсуждать вместе с вами Итак, сегодня у нас большой день Мы посвящаем наш сегодняшний вечер тренерской профессии Как в России, так и за рубежом И начинаем прежде всего с итогов декабрь Как мы и анонсировали на спорт.фм большой месяц итогов Так что давайте сегодня оглашать главную тему Это важно Футбольный год потихоньку подходит к концу Да, в той же самой Англии будут играть вплоть до 31 декабря Но уже сегодня, завтра и в четверг завершатся соревнования в Еврокубках А уже сегодня, откровенно говоря, многие вопросы получили ответы в этих самых Еврокубках По сути, интриги не так-то и много перед последним туром И спокойно футбольный год докатывает Нарешены все вопросы по прошлому сезону в национальных чемпионатах Ясно, ясны расклады Нам нужно вместе с вами определить Кто же лучший футбольный тренер 2016 года Остряков, патриотов Я вас ни в коем случае не забываю Кто за российских тренеров У вас будет возможность высказаться после 20.00 У нас большой-большой проект Наш очередной специальный проект Луческо или Каррера Кто же стал лучшим назначением этого лета в российском футболе А после 21.00 в прямом эфире программы ТОП-спорт Вы сможете сами проголосовать за свой выбор в российском футболе Ну а прямо сейчас Кто же лучший футбольный тренер 2016 года Исходя из достижений Варианты ответов Они уже представлены на нашей странице ВКонтакте Я надеюсь, вы не полените Не будете лениться И, естественно, залезете на нее и проголосуете Варианты Денидин Зидан Его Реал выиграл Лигу чемпионов Луис Энрике Его Барселона Чемпион и обладатель Кубка Испании Унай Эмери Его Севилья В очередной раз победитель Лиги Европы Сейчас он тренер Парис Сен-Жермен Клаудио Раньери Лестер чемпион Англии Массимилиано Аллегри Ювентус чемпион и обладатель Кубка Италии Хосеб Гвардиола Его Бавария Чемпион и обладатель Кубка Германии Сейчас тренер Манчестер Сити Фернандо Сантуш Это чемпионат Европы со сборной Португалии Хуан Антонио Пиццы Сборная Чили Обладатель Копа Америка Свой вариант Мы такую строчку Мы не выборы российских депутатов Да, где нету варианта против всех Вы можете проголосовать против всех И оставить свой вариант в комментариях На нашей странице ВКонтакте В общем, драка предстоит серьезная Фавориты я уже вижу Ну а прямо сейчас слово Дмитрию Сачкову Он напомнит вам Кто же из нашего списка Что выигрывал Вспомнить все В Мадриде Зинадина Зидана любили как игрока Теперь любят как тренера Зизу после нескольких лет работы на разных должностях в Реале Минувшей зимой возглавил основную команду И сходу привел ее к победе в Лиге чемпионов Сегодня Сливочная уверенно лидирует в примере Главный оппонент Зидана И там уже успел выиграть суперкубок Франции Про Лестера уже столько сказано и пересказано Что и добавить нечего Клаудио Раньери возглавил Лист Прошлым летом И всего за один сезон привел их К сенсационному чемпионству Сегодня у Лестера ВПЛ все уже не так сказочно Но в Лиге чемпионов Они хороши Автор другой сенсации уходящего года Фернандо Сантуш Сборная Португалии под его руководством Впервые в истории стала чемпионом Европы И следующим летом пожалует в Россию Также на Кубке Конфедерации Вопреки ожиданиям Южную Америку будут представлять Не бразильцы или аргентинцы А чилийцы В финале юбилейного Копа Америка Парни испанского тренера Хуана Антонио Питце Взяли верх над Мессией, Гуаином и Агуэро Ювентус на протяжении уже нескольких лет Безраздельно властвует в серии А Происходит это в том числе И благодаря Массимилиану Аллегре Скудетто и Кубок Италии в прошлом сезоне И уверенное лидерство в этом То, чего так ждали от Хосепа Гвардиолы в Баварии Он так и не смог сделать Лига чемпионов с мюнхенским клубом Ему так и не покорилась Напоследок Пеп еще раз выиграл Бундеслигу И Кубок Германии И отправился перекраивать под себя Как и планировал еще с зимы Манчестер Сити Итак, вот он шортлист наших кандидатов Кандидатов Спорт.ФМ На все 100 классных тренеров Но кто же из них лучший По вашему мнению Голосуйте на нашей странице ВКонтакте По традиции в концовке часа подведем итоги Наши координаты Вайбер и Ватсап 8 9 25 22 22 93 2 СМС портал 55 33 в начале слова спорт Совсем скоро будем связываться с нашими экспертами Российскими специалистами Людьми, у которых есть свое мнение Как по поводу наставников На внутрироссийской арене Так и по поводу людей Которые произвели фурор в 2016 году На европейской арене Итак, какие варианты? Давайте вкратце Ну, во-первых, сразу скажу свое мнение Лучший тренер года по факту Это ведь самый успешный тренер прошлого сезона Ну, наверное, мало кто из нас сейчас голосует Ориентируясь на положение вещей прямо сейчас Конечно, когда мы говорим о лучшем тренере 2016 года Мы стараемся мозгом переключиться туда Куда-то в конец весны или середину лета Если мы говорим о специалистах, наставниках сборных Сантуш и Пицца выигрывали с Португалией, с Чили В июне-июле свои титулы Но все ключевые победы на клубном уровне Были одержаны в конце мая И, естественно, вот там вот надо и ловить ощущения Как ты тогда думал? Кто же действительно лучше всех себя проявил на тренерском уровне? Сейчас осень, лето Это такой спорный момент Нужно либо очень серьезно провалиться Либо очень серьезно, ну, скажем так Невероятную победную серию взять и выдать Для того, чтобы тебя заметили прямо сейчас Накануне FIFA составил шорт-лист из троих кандидатов В него вошли в этот самый шорт-лист Зенитин Зидан, его реал-поведитель Лиги чемпионов Клаудио Раньери с чемпионством Лестера И Фернандо Сантуш со сборной Португалии Мы расширили, но видим на странице ВКонтакте Что, в общем и целом, FIFA, похоже, не прогадал Вручен приз лучшему тренеру 2016 года Будет 9 января Ну и мы, соответственно, дождемся, конечно, решения А сами для себя решим прямо сейчас Давайте коротко Зенитин Зидан возглавил спешно Мы помним до, соответственно, финала Лиги чемпионов Мы говорили о том, что тренер или не тренер Зенитин Зидан Можно или нельзя его каким-то образом называть уже сложившимся специалистом Однако он взял и выиграл эту Лигу чемпионов Уверенно прошел сквозь ситоплей-офф с этой Лиги чемпионов Потом подготовил, мы видим, свою команду к чемпионату Испании И очень уверенно идет в этом самом чемпионате Испании на старте Вопросов к Зенитину Зидану минимум Он может еще в этом году Кстати, из всего шорт-листа Именно у Зенитина Зидана есть возможность добавить еще один трофей Напоминаю, уже в декабре, совсем скоро Мадридский Реал будет участвовать в клубном чемпионате мира Луис Энрике Он лучший тренер предыдущего, 2015 года И по факту он не сильно сбавил в 2016 году Потому что сделал золотой дубль с Барселоной Но все-таки не смог шагнуть дальше В Лиге чемпионов И сейчас мы видим, его команда слегка барахлит Новое тренерское, так скажем Свежее дыхание от него тренерского пока не видно У Най Эмерин, безусловно, на уровне Лиги Европы он король И если мы говорим именно о тренерской работе с Севильей Севилья, безусловно, одна из самых тренерских команд Которую только можно представить Он заслужил хороший контракт с Парис Сен-Жермен Но пока его Парис Сен-Жермен во внутреннем первенстве серьезно барахтается Однако мы договорились прежде всего следить за достижениями Парис Сен-Жермен в чемпионате еще все еще может поправить В Лиге чемпионов спокойно с первого места, скорее всего, выходит весенний этап Клаудио Раньери И вот тут, друзья, немножко побольше остановлюсь Потому что Лестер при всем его невероятном чемпионстве И если мы сейчас смотрим на нашу страницу ВКонтакте 45% из вас голосуют именно за Клаудио Раньери Это очень серьезное преимущество И уже практически тысячу человек проголосовало Но, вы знаете, все больше и больше вопросов появляется к форме Лестера в нынешнем сезоне Конечно, никто не ожидал и не собирался думать Что Лестер добавит и будет бороться за чемпионство и в этом сезоне Многие списывают еще и на борьбу на нескольких фронтах Ну и, в общем, индульгенция для Клаудио Раньери Индульгенция является выступлением в Лиге чемпионов Где уверенное первое место в своей группе Похоже, это будет единственная английская команда, которая выиграет первое место И взлет Терека, это тоже такое явление И Рашид Рахимов на сегодня, мне тоже кажется, это тренер Который, ну сейчас модные слова Ну а если просто по-русски сказать То есть набирает больше очков На что можно было претендовать Учитывая качество футболиста и качество подготовки Андрей, такой вопрос У нас впереди еще и серьезный спор По поводу лучшего назначения специалиста Иностранного в российский чемпионат Каррера или Луческо Они возглавляют турнирную таблицу Вы кого здесь поддержите? Безусловно, Каррера Почему? Потому что Луческо И имеет опыт предыдущий И слишком много трофеев Уже, чтобы там Для него что-то было неожиданностью Каррера же приходил, будучи тренером По игрокам обороны И вдруг на него свалилось вот это И он сумел привести к определенному отрезку Спартак на первом месте Несмотря на многие-многие трудности Поэтому, если сравнивать именно здесь Работу этих тренеров То, конечно, мне кажется Просто для Луческо это Ну это более привычно А для Каррера это поступательное движение вперед С этим сложно спорить И последний вопрос Андрей, вам все-таки возвращается За кольцовую тему иностранных тренеров Болельщики наши голосуют за Клаудио Раньери Представьте, 45 с небольшим процентом За то, что именно Клаудио Раньери Лучший футбольный тренер 2016 года Я задаю ему вопросы По нынешнему уровню игры Лестера при всем уважении В кавычках, да, к потерян Голоконте Важнейшего человека в центре поля Но все-таки Уже место на грани зоны вылета После третьего чемпионата Вызывает вопросы Абсолютно соглашусь с вами То есть он достиг максимального результата На тот момент, который можно было То есть он даже больше, чем возможно Выжил Но и дальше это продолжаться не могло Эта сказка по-любому должна была заканчиваться И большинство футбольных специалистов Говорило об этом Поэтому здесь Следует отметить успех Вестера и Раньери На промежутке прошлогоднем Именно прошлого чемпионата Обязательно отметить его Потому что он сделал практически невозможное А теперь Ну это ожидаемо То, что будет спать А вот Мне дальше кажется Что это дело вкуса Просто люди Некоторые любят Футбол звезд Некоторые наоборот Любят, когда команды-середники Вот так выстреливают И наоборот Люди превращаются в звезд Поэтому Здесь у каждого Мне кажется Будет свой выбор Андрей, спасибо большое Андрей Талалаев Главный тренер футбольного клуба Тампов Только что в прямом эфире И мы подключаем к нашему разговору Бывшего наставника Тами Неизвестного тренера Валерия Непомнича Валерий Кузьмич, здравствуйте Добрый вечер Ну вот вы, наверное, слышали Высказывание Андрея Талалаева По поводу Клаудио Раньери Мы сегодня выбираем Лучшего футбольного тренера 2016 года Зидан, Энрики, Эмери, Раньери, Аллегри Гвардиола, Сантуш Пиццы Главный тренер сборной Чили Болельщики наши однозначно за Раньери Ну вот а вы как? Согласитесь с ними или нет? Видите, мне хотелось бы быть каким-то Немного отличатым Но на самом деле нет Я тоже абсолютно согласен с тем Что Раньери Звезда В нашем тренерском цеху Потому что игра работает В таких условиях В такой команде И добивает такой успех Я бы хотел, правда Еще в один ряд Не поставить Курбана Берды Может это как-то звучит Не очень Как бы Понятно Но тем не менее Если вот мы говорим О тренерском искусстве О тренерском Мастерстве Услышали вас Все-таки еще Пару вопросов По Раньери Сейчас читаю Бывшего футболиста Очень хорошего Джемми Каррагера Он ныне эксперт Вот он говорит Что если сейчас Раньери будет до последнего Бороться за выживание В нынешнем чемпионате А сейчас Лестер Недалеко от зоны вылета Это поставит большие вопросы К чемпионству Лестера Прошлого сезона И вообще к уровню Тренерского мастерства Итальянства Итальянцы Вы знаете Здесь немного ситуация Как обычно бывает Команда с периферией Вдруг поднялась на этот уровень И сейчас И участвует в чемпионате Там в Англии И плюс еще В Лиге чемпионов Не знаю Насколько это справедливо Или это точно Но вдруг Может быть У них приоритет Теперь не чемпионат А участие в Лиге чемпионов Ну в Лиге чемпионов Они первое место заняли Безусловно Чемпионате-то тоже Вылетать не надо Деньги-то огромные В Англии Я не думаю Что все-таки Это с ними случится Понятно То есть ваш выбор Клаудио Раньери А из россиян Курбан Бердеев Как вы считаете Валерий Кузьмич Все-таки Когда-нибудь Такой вот шорт-лист Нам удастся На мировом уровне По-настоящему Хотя бы на европейском уровне По заслугам Не просто Из-за нашей любви И уважения Курбана Бердеева Включить Российского специалиста Я бы конечно Очень этого хотел Просто Мы живем В такое время В эпоху перемен Вот скажем Советская Тренерская школа Мне кажется Вполне заслуженно Котирующая В Европе И в мире Сейчас Произошла Произошла Переострянка ценностей Мы живем В другую эпоху В другой Мы живем В эпоху Профессионального футбола Это еще К этому Нам нужно Тренером Я имею ввиду Адаптироваться И работать Со звездами Работать Или с игроками С разным менталитетом Мы еще Как бы Не очень готовы Может Когда вот этот Период пройдет И мы снова Загремим Как всегда Мудрые слова Валерий Кузьмич Спасибо большое Услышали вас И запомним эти слова Валерий Непомнящий Наш замечательный Специалист Считает По делу Клаудио Раньери Выигрывает В нашем опросе Среди болельщиков Кто лучший Футбольный тренер 2016 года У нас с вами Еще целые полчаса На голосование У нас с вами Еще ваши звонки Безусловно В следующие полчаса Поддерживайте Того или иного Специалиста Еще раз скажу От себя немножко обидно Что за великолепного Специалиста Массимилиану Аллегри Принявшего Ювентус В очень Сложный Момент После ухода Конта Казалось бы Флаг опустится Неминуемо Однако Чемпион и обладатель Кубка Италии При В сложнейших Условиях Ювентус Не прошел дальше В Лиге Чемпионов Пройди дальше Успех бы мог быть Колоссальный Абсолютно И он у нас На последнем месте Что вы предлагаете В своих Комментариях Ну естественно Каррера Клоп Берды Диего Семеона Вы знаете Хотели мы конечно Включить Диего Семеона Но все таки Атлетика Мадрид Везде остался Где-то Вторым Третьим Финал Лиги Чемпионов Лучший тренер Это багаж Оленичева Великолепно Контемп По недоразумению Не выиграл чемпионат Европы Но теперь в английской Премьер-лиге Все расставляет по полкам Глеб Тоже безусловно Этот тренер Мог бы быть в списке Но Он Нет Не выиграл Да Недалеко от чемпионства в Европе Но Все таки до него не добрался В Англии Сейчас демонстрирует Чрезвычайно высокий уровень Уверен что В следующем сезоне Мы его уже увидим Хорхе Сан-Паули Где? Ну где где? Известно где Но Пока не в нашем списке Я за стабильность Полностью Согласен Это видимо С моим выражением С моим выступлением По поводу Массимилиано Олегри Почему Калитвинцева Не включили? Вот он Самый главный вопрос Друзья Продолжайте голосовать Выбираем Лучшего футбольного тренера 2016 года Оставайтесь на волнах Спорт.фм Реклама Дорогой Я слышал У тебя был хороший год Есть перспективы? Может тебе пора Улучшить свой английский? Если ты имеешь ввиду Английский автомобиль То да Я узнал Сейчас идеальное время Только с 16 по 18 декабря Ягуар Фест в Дженсер Три дня уникальных предложений Персональные условия покупки Которых вы так долго ждали Подробности у официального дилера Ягуар Дженсер По телефону 495-788-5588 Предложение ограничено И распространяется На новые Ягуар XF и F-PACE Мужчина Вы что совсем ку-ку? Не подарили, а взяла Кредит в Локобанке Кредит от 13,9% годовых На круглые суммы 5 миллионов? Куда уж круглее? Отправь заявку онлайн На locobank.ru КБ Локобанка Ехали медведи В город парк Где дети? И везли подарки Через лесопарки Город парк Переделкино ближнее И первый московский Квартиры в 30 минутах от центра Лесопарк, инфраструктура, Благоустроенные дворы И только до конца декабря Грандиозные Новогодние скидки Абсолют недвижимость 745-55-33 Код города 495 Застройщики ООО Олета и ООО Совхоз Московский Плюс Проект на декларации и подробности акции На сайтах Московский парк И переделкино парк Точка ру В такую погоду Выйти из дома Отважится каждый Кроме тех, у кого есть Новый Вольво В60 Кросс Кантри Настоящий шведский автомобиль Готовый покорять зиму Вместе с вами Только до 30 декабря Всех покупателей В60 Кросс Кантри Ждет особое преимущество В 240 тысяч рублей Подробности у официального дилера ООО «Вольвокарс» Мейджор 730-02-22 Код 495 Профессиональный синий инструмент Бош Продается в магазинах 220 вольт Дрели и болгарки Лучшие подарки в Новый год А если купишь Бош Тебя еще один Подарок ждет Гарантированный подарок При покупке любого инструмента Бош Сделанного в России До 31 декабря Профессиональный дел И с ним что хочешь Если 220 вольт Купил ты синий Бош Подробности в магазинах И на сайте 220 Стефизбольт Точка Ру Квартиры в новом жилом комплексе Мой адрес На Дмитровском 169 Продажи открыты Всего 7 минут От станции метро Алтуфьева Дома построены Квартиры от 3 миллионов 800 тысяч рублей Жилой комплекс Мой адрес На Дмитровском 169 135 26 00 135 26 00 Код города 495 Мойдефисадрес Точка РФ Мойдефисадрес Точка РФ Жилые комплексы Москвы Мой адрес Телефон рекламной службы Спорт ФМ 620 46 64 Код Москвы 4 Час 25 Носовихинское шоссе От южной улицы До проспекта Жуковского Час Внешняя сторона Садового кольца От площади Курского вокзала До баррикадной улицы 50 минут С голубого ручейка Начинается река Ну а утро Начинается с улыбки Новое 100% утро На Спорт ФМ Каждый день В 7 утра Александр Боярский Роман Фагин Эмма Гаджиева Новые ведущие Новый сезон Новое платье У Эммы Они пришли Чтобы разбудить Этот мир Новое 100% утро Только на Спорт ФМ На все 100 На все 100 с Дмитрием Дерунцом Прямо сейчас проект На все 100 Вместе с вами Выбираем лучшего Футбольного тренера 2016 года Опрос на нашей странице Вконтакте Голосуете вы активно Голосуете вы активно Уже свыше 1100 человек Проголосовало И почти 45% Поддерживают Валерия Не помнячего Ну или он поддерживает вас По То мнение Что Именно Клаудио Раньери С его чемпионством Лестера Главный Герой В тренерском Цеху В 2016 Голосуйте дальше И пишите нам Вайбер Ватсап Я вот сказал Тезис о том Что лучший тренер года По факту Это самый успешный тренер Прошлого сезона Концовки прошлого сезона Человек Которому Удалось Подвести Свою команду В отличном состоянии К решающим матчам Которому Где-то улыбнулась Удача в серии пенальти Который правильно Посеял И пожал Восходы По весне Из нашего шорт-листа Далеко не все Специалисты Продолжают В том же духе Вот как вы Считаете Вот почему Вот я как-то Однозначно сказал Мол Должны судить Именно по первой части Чемпионата По достижениям Вот лично для меня И сам потом осекся Ведь понимая Что сейчас Для меня После сумасшедшего Абсолютного Прошлого сезона И конечно Невероятной весны Клаудио Раньери И Увереннейшего выступления В нынешней Лиге чемпионов Я тем не менее Раньери Задаю вопросы Почему не смог Уже За С выше За отрезок Больше чем В 10 туров Компенсировать Потерю Вокруг да около Грандов Испанского футбола И еще и так уверенно Играет в кубках Я обожаю Кубковые соревнования И Всегда с удовольствием Отмечаю Достижения команд Которые в кубках Невероятно сильны Луис Энрике Ну а почему Скрывать-то Почему Отодвигать его На задний план Если человек Со своей Барселоной Выиграл чемпионаты Кубок Испании И продолжает Удивлять весь мир Невероятной Тройкой нападения Конечно Ее удалось собрать Не только ему Но и селекционному Составу клуба Дополнить Месси Неймаром И Суаресом Но тем не менее Это же удалось А там уже Тренер Расставил Да Зинедин Зидан Самый стабильный Наряду с Массимилиано Олегли Ну посмотрите Ювентус Ну казалось бы Перестановка состава Прошла Потеряли Поле Погба Однако же все равно Команда в Италии Наголову сильнее всех Да Случились отдельные поражения В Милане Допустим Но это не влияет Абсолютно на положение Дел в турнирной таблице Более того В Лиге чемпионов Ювентус на этот раз Выходит за первого места Ну это ли не показатель Пеп Гвардиола Германия Давно забыла При нем О том Что такое конкуренция Во внутреннем чемпионате Он переехал в Англию Выдал сразу же Одиннадцатиматчевую Беспроигрышную серию Да Сейчас тяжеловато Ман Сити идет Проиграл Челси Проиграл Тоттенхэму Но тем не менее Гвардиола И Англию Потихоньку Подминает Под себя Под свои принципы работы Хуан Антонио Пиццы Сборная Чили Дважды обыграть Подряд аргентинцев Пусть и в серии пенальти Чили Кто помнил Об этой стране Еще до чемпионата мира 2014 года Признайтесь себе Поэтому это тоже Очень серьезное Но я голосую Наду Сантушу Еще расскажу Конечно То какую команду Сумел создать Этот специалист На чемпионате Европы Для меня топ Именно в нынешнем году Что пишите вы Вайбер Ватсап 8 9 2 5 2 2 2 2 2 2 9 3 2 Вот многие голосуют За Гамулу Все таки есть Вы знаете Наши люди Гамула Бердыев Вот те люди Которые по прежнему Остаются В списке выбора Слушателей Спорт.фм Тренер 2016 года Слуцкий Если уйдет из ЦСКА По любасу Раньере Пишите Вы что еще Вечер добрый Дмитрий Тренер года Из иностранных Конте Из российских Курбан Бердыев Тут без комментариев Спасибо Олег ЦСКА Город Владимир Я серьезно Про Калитвинцева Рассматривайте Карреру Который выиграл Первый круг Высшей лиги Калитвинцев Выиграл Первый круг ФНЛ У обоих Тренерского Опыта Никакого Почему не Рассмотреть Калитвинцева И вновь Спрашивают Где Антонио Конте Антонио Конте Все таки Остался без Трофеи В этом сезоне Мы Выдвинули В шортлист Тех людей Которые Что-то Выиграли Ну и естественно Мы уже По традиции Проекта На все 100 Вышли на улицы Поспрашивали Обычных россиян Не обязательно Футбольных Болельщиков И вот что Они ответили Давайте Послушаем Их ответы На вопрос Самый знаменитый Футбольный тренер В мире Вот не обязательно Этого года А просто Кого вот сейчас Простые люди На улицах Вспоминают Когда слышат Выражение Знаменитый Футбольный тренер Голос улиц Сергейсон Я за Манчестер На этот болею Он дольше всего Был тренером Был на должности Тренера Дольше всех Кем Лев И Арсен Вингер Я футбол не люблю Наверное У нас Жизай Мауриня будет Да я без понятия Сейчас у меня вообще Никаке по мере Мауриня Весь в работе Футбольный тренер Зидан Капелла Просто Самый выдающий Тренер Это Марадона Марадона Все знают А этого ты вспомнить Не можешь Вот это Капелла Ну я двух знаю Но пусть хитинг Мне больше нравится Этот который там Гвардиолог Кажись Я не знаю Футбольного тренера Апелли это тренер Случки Первое что пришло Не конечно там эти Как их Я забыл ГОЛОС УЛИЦ Человек о котором Много Говорили Раз Много Получает Денег Значит и тренер Отличный Но Фабио Капелла Спустите После ухода Из российской сборной Уже Каким-то образом На тренерскую карьеру По-моему даже Не собирается Возвращаться Обратите внимание Да еще кого вспоминали Гус Хитинг И кстати у нас В комментариях Он тоже был Безусловно Хотя Недавно справлял День рождения И разве что В этот момент Мы о нем Вспоминаем Естественно Российские специалисты Я вообще удивлен Что не назвали Валерия Карпина До сих пор Лучшим тренером Вообще из всех возможных По-моему мне кажется Он так активно Мелькает в медиапространстве Что о нем Просто необходимо Вспоминать Что Гончаренко В России С Уфой Так с таким составом Вверху таблицы Александр довольно сбивчиво Написал нам на смс Портал 5533 В начале Слово спорт Но тем не менее Понятно Что и Гончаренко Предлагает выдвинуть В топ тренеры Ну посмотрим Я думаю Что у него будут Все шансы Сейчас Если он Возглавит ЦСКА Напоминаю Уже завтра ЦСКА играет Последний матч Года Против Тоттенхэма На выезде Естественно Кстати все в прямом Эфире на волнах Спорт.фм И сегодняшний матч Лиги чемпионов И завтрашний матч Лиги чемпионов Кто в дороге Или кто просто любит Уважает наших комментаторов Сегодня Алексей Золин И Сергей Курманов С 22 часов Для вас Работают Болейте за наши клубы Мы имеем Довольно редкую возможность Быть представленными Четырьмя клубами В плей-офф В одной 16 лиге Европы Здесь нам нужно Постараться Ростову сегодня И ЦСКА завтра Так вот ЦСКА завтра Проводит последний матч года И если Слуцкий после него Как ходят слухи Действительно уйдет То Гончаренко Весьма вероятно Возглавит ЦСКА И пожалуйста Добивайся Добивайся Пробивайся Выигрывай трофей Вы поймите Еще допустим В 2008 году Когда Зенит с диком адвокатом Выигрывал Лигу Европы Вполне себе вероятно Что дик адвокат Был бы в этом самом Шорт листе Даже на всеевропейском уровне Уж мы бы На спорт.фм Точно бы его выдвинули В этот самый Шорт лист И наверняка бы Условно дик адвокат В 2008 Или 2005 Валерий Газаев Подобный бы Опрос Безусловно Выиграли в России Но вот пока у нас Такой возможности нет Даже до Лиги Европы До каких-то Совсем-совсем финальных Полуфинальных Хотя бы стадий Увы Мы давненько Не добирались Много ответов Диего Симеоне Действительно Вот еще одно Приходит сообщение Диего Симеоне Лучший Харизма Таланта Трофеи придут Я уверен Ну вы знаете Согласен Что далеко Не все Меряется Трофеями Но все-таки Знаете Лучший человек Он не может Там проиграть Постоянно в финале Да Как вот случилось В данном случае С Диего Симеоном Он уже Не в первый раз Останялся в шаге От победы в Лиге Чемпионов Поэтому же В списке нет Юргена Клопа Очень яркого Специалиста И безусловно Вы также можете сказать Харизма Талант Про него Ну у Диего Симеона Один стиль футбола Юргена Клопа Другой Но вот им надо Выиграть Выиграть трофей И тогда мы поглядим Вы знаете Выиграл трофей И условный Луи Ван Гал Конечно С Манчестер Юнайтед Кубок Англии Но уже тоже нет Списки все-таки Потому что Мы понимаем Что Кубок Англии В данном случае Это такой Хороший Безусловно Важный исторический Турнир Но Луи Ван Гал Был уволен Из Манчестер Юнайтед И тоже сейчас Находится без работы Романцев Самый титулованный тренер Хидин Для нашей Заборной С людьми Играл успешно А что касается Отечественного тренера То хотелось бы сказать Леониду Викторовичу Слуцкому Огромное спасибо За его работу Вот Хоть я и болельщик Московского локомотива Я очень доволен Что в нашей стране Есть такой тренер Как Леонид Викторович Спасибо большое Хорошее мнение Но ведь мы С Олегри С вами совпали Хотя еще раз скажу Я голосовал За Фернандо Сантуша Все-таки для меня Вот это вот достижение Вот будь Дидье Дишам Вместе со сборной Франции Чемпионом Европы Я за Дидье Дишам Не проголосовал бы Честно Хотя он тоже Мне кажется Может вполне Претендовать На звание Одного из сильнейших Тренеров этого года Неплохую Яркую Сборную Франции Создал Но в финале Проиграл Тогда вот Если бы не Сантуш Я проголосовал за Олегри Честно Для меня Вот стабильность Из года в год Да еще и в таком Клубе Не согласен полностью Про количество денег Сами видели Сколько за Одного из нападающих Да тут Из-за господина Игуаина Выложил Ювентус Ну да ладно В любом случае Здесь и грамотный менеджмент И грамотное Безусловно Управление командой И это Олегри демонстрирует Однако У нас он В аутсайдерах Что думает Виктор Здравствуйте Добрый вечер А я все-таки думаю Что однозначно Раньери Вот вы предлагаете Олег Представьте себе Ведь у Ювентуса Сейчас по существу Нет соперников В Италии Как только там Спотыкается где-то Ювентус Тут же соперники Спотыкаются Дважды и трижды Что там Не знаю Рома Что Наполи Это не соперники Да Ювентуса Но все-таки В лиге чемпионов Огромных успехов У него не было А это действительно Был год Раньери Потому что На протяжении Даже вот такого Длинного турнира Удалось Сохранить стабильность И достичь Такого главного Что и результата Потому что все-таки Если брать чемпионат Европы Да это конечно Большой успех И надо признать Успех тренера Но это турнир Скоротечный А чемпионат Зазгли Это турнир Так сказать Очень длинный И тяжелый И вот вы сейчас Говорите о том Что да Немножко напрягает То что Сейчас нет результата Но давайте вспомним Что случилось с Челси После того Как выиграли чемпионат Они вот в это время В прошлом году В декабре По-моему тоже Где-то были В втором Хороший Виктор Хорошая параллель Проводите Именно с Челси Действительно Второй год подряд Действующий чемпион Англии Валится В начале сезона Ну посмотрим Челси выправил ситуацию С большим-большим трудом Да собственно говоря Там просто футболисты Собрались Немножко так Поиграли Вы знаете Действительно Поднялись Но глобально Просто по составу Челси не мог вылететь Лестер Все-таки не так силен По составу Посмотрим Посмотрим Здесь тоже Большая тренерская работа Поймите Здесь еще психология Ведь очень важна Лестер конечно Ее очень серьезно Поправил за год Сделав команду чемпионом Но изменил ли полностью Ведь в прошлом году Лестер настраивался На борьбу за выживание Вот не вернулись ли В свои мозги Футболисты Лестера А так Я со многими Вашими доводами согласен Но все-таки Мне кажется Раньери Немножко упускает Команду В этом году Однако Против мнения Большинства не попрешь Действительно Раньери у нас Лидер На втором месте С конца Если брать Хуан Антонио Пиццы Сборная Чили Обладатель Копа Америка Ну здесь отношу Такой расклад Все-таки На малую раскрученность Этого человека Ну и на то Что Чили Чили далеко Чили приедет к нам В Кубке конфедерации Если еще и Кубок конфедерации Захватит подмышкой Себе на родину Думаю что Через год Мы с вами будем Рассуждать по другому Александр здравствуйте Добрый морозный вечер Добрый Приветствую вас На самом деле Конечно Тут мне кажется Очевидно Клаудио Раньери Валерий Кузьмич Говорит совершенно Правильные И очевидные вещи Мне кажется Не совсем правильно Судить Именно Лучший Или не лучший Тренер По результатам По победам Мне кажется Это более показательный Насколько Виден В игре команды Тренерский почерк Или нет Но Дим Меня немножко беспокоит Ваша позиция По данной теме На мой взгляд Просто удивительно Которое сейчас Я надеюсь Вы искренне озвучиваете Вот этот вот Сантош И Олегри Ну Я так скажу Вы наверное Может быть Не задумывались Об этом Но со стороны Глядя на последние Ваши какие-то Вот такие мнения У меня ощущение Просто что Вас не хватает Времени На Чистос Больше Больше Обязанности Вашей жизни Александр Услышал вас Спасибо большое В любом случае Принимается Я постараюсь Аргументировать И говорю Абсолютно искренне Еще раз Для меня Решение Скажем так О вовлечении Криштиану Роналду В такой команде Как сборной Португалии В командную игру О вовлечении О правильной роли Криштиану Роналду Именно на таком Турнире Как чемпионат Европы Это Одно из гениальнейших Вообще Решений За всю историю Вот Ну скажем так Моих футбольных наблюдений Неуспехи Месси Как раз таки Параллельно В сборной Аргентины Невозможность Такого последнего Касания до триумфа Мне кажется Здесь в сравнении Показательно А Олегри Вы знаете Я всегда за стабильность Я небольшой поклонник Ювенту Совсем не поклонник Ювенту Я Ювенту вообще В принципе Исторически не люблю Но я не понимаю Сейчас я больше Не соглашаюсь С тем что он На последнем месте Именно потому что Он демонстрирует Искренне Хорошие результаты Говорить о слабости Чемпионата Италии Так можно говорить О силе Ювентуса И именно он Настолько Убрал конкурентов Потому что он силен Ко мне присоединяется Артем Дроздов Ведущий программы Топспорт Том привет Здравствуйте друзья Тренер года Не только в России Естественно Футбольный тренер года Вот у нас Есть целый шорт-лист Я наверное С тобой соглашусь Это вот главный тренер Сборной Португалии Почему? Ну потому что Изначально Никто Не думал Не гадал А они взяли Просто и выиграли И тут даже не в том Хотя ты знаешь Даже в том Что они выиграли В том как они выиграли И вот эти все решения И вот эта вот Гениальность Я соглашусь с тобой Что вот Ты знаешь Некоторые бы сказали Слышь мальчик Сядь Даже если это Криштиану Роналду Вот я тебе честно могу сказать Я бы сказал бы Иди отсюда Вот честно Он понимаешь Вот он прочувствовал момент И не трогал его просто Просто Ну ну Бегает Кричит Орет И пусть Орет И все в плюс Это понимаешь Это принять решение Здесь и сейчас Потому что удаление По ходу матча Ну вот реально Да И Это сработало Это его решение Потому что он мог бы Я думаю ему сказать При желании Иди отсюда Да Это интересное решение Тема Спасибо большое Артем Дроздов Еще вернется в эту студию Оставайтесь с нами В программе ТОП СПОРТ Как всегда Я эмоционален И согласен По поводу Фернандо Сантуш А кстати Кто-то нам здесь писал Я сейчас Это мнение Не могу дословно Воспроизвести Что лучший тренер Это Криштиану Роналду После удаления В финале Про Лестер Про Лестер Ну естественно Лестер побеждает Бубнова Тренером И мы чемпионы Юрий Газаев Тренер года Со своим разбором Игры Волгаря Из молодых безусловно Юран Далее Колыванов Шалимов Карпин Гончаренко Кононов Из ветеранов Семин Газаев Романцев Любой последовательности Но Анатолий Вы тут всех перебрали А мы все-таки Про лучшего Дмитрий говорит Что Олегрий очень стабильный А раз Семен не держит марку Согласен полностью Но все-таки Держит марку На втором-третьем месте Это Небольшая В этом разница есть Итак С лучшим футбольным тренером 2016 года По мнению слушателей Спорт.фм Мы определились Это Клаудио Раньери Он побеждает Набирая больше 45% Ваших голосов Каким будет решение ФИФА Напомню Зидан Сантуш Или Раньери Кто лучше из них Станет известным 9 января На церемонии Вручения золотого мяча В Цюрихе Ну а прямо сейчас Очередная серия Нашего специального проекта Посвященного Подведению итогов года И тема тренерская Будет продолжена Накануне завершилась Первая часть чемпионата России по футболу Среди команд Премьер Лиги Что бы мы ни говорили Об отечественной Тренерской школе Возглавляют Турнирную таблицу Клубы под руководством Иностранцев Спартак Массимо Карреры И Зенит Мирча Луческу Редкие факты биографии Мнение российских экспертов Оценка болельщиков Умение адаптироваться К непростым российским условиям И конечно музыка Италии и Румынии Луческу против Карреры Чье назначение Можно назвать Назначением года Слушайте сразу после новостей Не говорите, что не слышали А после 21.00 Голосуйте за своего фаворита В прямом эфире Программы ТОП-спорта Это спорт.фм Итоги года Реклама Если вы подарите на Новый год Своей семье новую квартиру Уверяем, что даже если Ваша жена найдет под елкой Комплект шин для машины Сын вязаные носки А лабрадор кошачий ошейник То вы все равно останетесь Героем в их глазах Хотите еще аргумент В пользу такого подарка? Только с 15 ноября по 25 декабря Группа Пик дает скидку В 10% на все свои дома Группа Пик Счастливого нового дома Проектные декларации И подробности акций на пик.ру Чтобы влюбиться в него Нужно мгновение Чтобы разогнать до сотни Считанные секунды А чтобы стать его фанатом Один тест-драйв Рейндж Ровер Спорт Самый быстрый лэндровер Всех времен Только до 31 декабря Он готов стать вашим От 4 миллионов Трехсот тридцати Семи тысяч рублей Цена указана с учетом Преимущества 7% При сдаче вашего Ягуара Лэндровера не старше 7 лет В зачет стоимости покупки Предложение ограничено Мейджор Официальный дилер Лэндровер Звоните 730-80-05 Код 495 Новогодние праздники В поселке Кембридж Уже начались До 31 декабря Вы можете приобрести Готовые таунхаусы Со скидкой до 20% А также при оплате 50% от стоимости дома Вы получите Прекрасный новогодний подарок Смартфон iPhone 7 Бодифис Кембридж Фитнес-браслеты Умные часы с пульсометром И другие гаджеты От Гармин С Дед Морозной скидкой 25% До 20 декабря Порадуйте себя и близких В честь открытия Флагманского магазина Гармин ТЦ Авиапарк Кадынский бульвар Как народу много в зале Видно, праздник будет тут Я Ловко Молоз А вас скажи О настоящем волшебстве Хе-хе Ну слушай Есть на свете Доминос Доминос волшебный Пиццу быстро доставляет Да магнитик оставляет А, сынок Что-то так пиццу захотелось Ура! Доминос Пицца Доставка 30 минут Или пицца бесплатна Доминос.ру ООО Пицца Ресторанс Москва Улица Горбунова, дом 2, стояние 3 Помещение 2, комната 4 УКН 112-774-718-89 Квартиры в новом жилом комплексе Мой адрес на Симоновском Продажи открыты Комплекс полностью построен Центральный округ Москвы Метро Пролетарская В пешей доступности Квартиры в готовых монолитных домах От 9 миллионов 100 тысяч рублей Жилой комплекс Мой адрес